Привет! Сегодня будем делать армянский лаваш с сыром и чесноком. Очень вкусный! Давайте сделаем молоко комнатной температуры, дрожжи, у меня прессованные, могут быть сухие, 2 чайные ложки сахара и 1 чайная ложка соли. Можно все сразу. Обычно соль не добавляют к дрожжам. В данном случае никакой роли это не играет. Все это размешиваем и всыпаем, разбиваем яйцо, одно туда, тоже взбалтываем. И теперь всыпаем муку. Замешивать тесто можно в миксере с насадкой грюк, можно в хлебопечке, можно руками. Это кому как удобно. Соединяем с мукой, жидкой составляющей тесто. Туда добавляем растительное масло, растопленное и охлажденное до комнатной температуры, сливочное масло и окончательно замешиваем тесто. Оно будет липковатое сначала, но нужно вымешивать до тех пор, пока оно не станет вот такое гладенькое, не липнущее к стенкам и к рукам. На это уходит минут 5-7, если руками вымешивать. Смотрите, какое мягкое-мягкое. Вот такое. Оно падает с руки. Кладем его в чашу. Руки у нас чистые, ничего не липнет. Закрываем пленкой или же полотенцем и оставляем на час-полтора подходить в теплом месте. Делаем начинку пока. Натертый на мелкой терке сыр, твердый, ну такой, типа там российский, ну какой там еще гауда, чеснок, через чесночницу или мелко нарезанный, и майонез. Обязательно майонез, никакой сметаны. Все это смешиваем и делаем такую однородную смесь. Она такая плотненькая, как пастообразная становится. Все, это наша начинка будет для двух лавашей. Тесто подошло, поднялось хорошо. И теперь мы из нее, будем из него формовать лаваши. Я делю на две части. Из этого количества теста получается два хороших, таких больших лаваша. Количество ингредиентов, все под видео написано. Разделила пополам. Где-то 340-350 граммов получается один кусочек теста. Смотрите, какое оно пузырчатое, прямо пищит под скалкой. Раскатываем прямоугольник и заворачиваем один край, чуть-чуть его прищипывая до серединки где-то. И потом точно так же второй такой формируем лодочку. Вот так. На хачапури похоже. Чисто внешне. Защипываем края, соединяем. Ровненько, ровненько, вот так его. Чтоб желательно одинаковые были края. И теперь берем противень, застилаем бумагой посередине вот такой нужно заборчик выстроить из бумаги, чтобы отделить, чтоб они не прилипли к друг другу. Мы их оттелим бумагой. Окончательно наводим красоту. Теперь начинку делим пополам, ну так, визуально. Приблизительно. И выкладываем одну часть в лодочку. Лаваш в серединку. Ложкой все разровняли, чтоб ровненько было. И точно так же делаем второй лаваш. Теперь мы их накроем и дойдем постоять минут 20. Пусть расстоятся в теплом месте. Прошло 20 минут. Лаваши немножечко поднялись. Теперь мы их смажем. Здесь у меня желток и вода. На один желток 3 столовые ложки воды. Обычной воды, не молока. Смазываем все, 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 в том числе и серединку, там где сырная начинка. Духовку мы разогрели до 180 градусов. Выпекается 30-35 минут. 30-40. Смотрите, чтоб оно получилось вот такое румяненькое, солнечное. Смотрите, какие лаваши получаются. Красота. Вот он после духовки постоял минут 10. Он еще горячий. И он такой мягкий-мягкий. Его можно прямо отламывать кусками и есть. А можно, конечно, нарезать. Режется он очень легко. Запах стоит сумасшедший, я вам скажу. В этой пекарне армянской, когда пекут эти лаваши, машины мимо проезжать не могут. У них там просто вот отказывают все эти, все моторы, все двигатели. Все заходят и покупают эти лаваши. Смотрите, какая красота. Очень вкусный. Я кладу его в пакет, заворачиваю в пергаментную бумагу, в пакет и в холодильник, если остается, конечно. А потом можно разогреть в микроволновке. Смотрите, какой мягенький, вкусный, ароматный, сырно-чесночный. Все. Спасибо, что заглянули ко мне. Приходите еще и делайте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...